МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Елена Катаржина. Бригада новостей подводит итоги 1-го рабочего понедельника февраля. И вот главные темы этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ослабление антиковидных мер ждет общепит, культуру, спорт и туризм. Андрей Никитин сообщил об изменениях, которые вносятся в указ губернатора. Сгорел, как спичка. На улице Кочетова средь бела дня вспыхнул микроавтобус «Мерседес». Никто не пострадал. Припаркованные рядом авто успели оттащить мужественные новгородцы. Есть бортовой номер. В Парфенских болотах поисковики исследуют место падения советских истребителей ЛАГ-3. Есть надежда, что удастся установить имена погибших летчиков. Курс коронавируса продолжает плавное снижение. Сегодня в Новгородской области выявили 147 случаев заражения COVID-19. Вчерашний показатель 150. Постепенно смягчаются ограничительные меры. Текущую ситуацию обсудили сегодня на заседании регионального оперативного штаба. По данным новгородского управления Роспотребнадзора, в целом ситуация с коронавирусом в области стабилизировалась. А значит и ограничений станет меньше. Расширятся возможности для проведения групповых экскурсий. В помещениях теперь могут собираться группы до 15 человек. На улице до 25. Другие изменения коснутся кафе и ресторанов. Разрешить работу фудкортов при тех же санитарных ограничениях, которые есть у нас для предприятия общественного питания. Это расстояние полтора метра, посадка из расчета 4 квадратных метра площадь на человека. То есть в принципе это все есть в общепите. Значит, общественное питание в целом разрешить в том графике, в котором работают эти предприятия. То есть не до 23 часов, кто-то работает до 24, кто-то до часу. Кроме того, увеличится число участников спортивных соревнований с 50 до 100 человек. Заполнение кинозалов наполовину разрешено теперь и в Боровичах, и Старой Руси. Продолжается вакцинация от коронавируса. Второй этап прошли уже 575 человек, а более 7 тысяч записались на прививку на сайте госуслуги. Следует помнить, что региональный портал является частью единой системы госуслуг. А значит, дублировать свою заявку на федеральном портале не нужно. Ничего заново подаваться не нужно. Все списки между региональным и федеральным порталом синхронизируют. Никакие действия со стороны человека, который уже записался, не потребуются. Все произойдет автоматически. Тем, кому неудобно встать в электронную очередь в интернете, приходить для этого в регистратуру поликлиники тоже не стоит. Записаться на вакцинацию можно в МФЦ или позвонить в волонтерский центр. С 12 февраля откроется запись через колл-центр по номеру 122. Кроме того, через две недели в колл-центр будет переведена вся работа по оповещению записавшихся на вакцинацию, чтобы снять эту нагрузку с врачей и в два раза увеличить проходимость прививочных кабинетов. Новгородский университет начинает возвращаться к очному формату обучения, но очень аккуратно. До конца февраля студенты продолжат учиться в смешанном режиме. Дальнейшие решения будут зависеть от эпид-обстановки. Сегодня в НовГУ стартовал второй семестр учебного года, в котором подавляющее число занятий будет проходить очно. Решение противоречиво, ведь с одной стороны многие считают, что ударенка ухудшает качество образования, но с другой пополнить статистику заболеваемости коронавирусом никто не хочет. Поэтому, чтобы избежать опасных последствий, формат обучения останется смешанным и в некоторых случаях будет по-прежнему проходить в сети. Например, если численность группы более 50 человек, если у кого-то из студентов или педагогов есть хронические заболевания, если возраст преподавателя превышает 65 лет или есть инвалидность. Однако из этого правила возможны исключения. И если от педагога поступает личное заявление, например, профессор, достигший 65 лет, или сотрудник, имеющий хронические заболевания, не возражает выходить и работать в очном формате, тогда занятия будут проходить очно. Заниматься удаленно будут не более 10% студентов, поэтому остальных необходимо охватить всеми профилактическими мерами. На входе обязательная проверка температуры, периодическое проветривание кабинетов, масочный режим, обработка поверхностей в аудиториях. А если все-таки у кого-то будет выявлено опасное вирусное заболевание, вся группа уйдет на карантин. В Великом Новгороде сегодня сгорел микроавтобус. В ЧП произошло во дворе у дома номер 29 по улице Кочетова. Все произошло буквально за считанные минуты. Просто чудо, что обошлось без жертв и пострадавших. Эти любительские кадры – большая удача. По словам очевидцев, «Мерседес» сгорел за считанные минуты. Некоторые свидетели даже не успели кнопку «Видео» на смартфонах нажать. А ведь ничего не предвещало беды. Водитель микроавтобуса Михаил Виноградов собирался на работу и, как обычно, начал прогревать авто. Я завел, стоял, прогревался автобус. Потом под капотом я пошел, сначала черный дым. Заглушил двигатель, открыл капот, а там пламя пошло. А что могло произойти, как вы думаете? Я не знаю, даже не знаю. Она работала все нормально, сколько времени, какие-то без проблем не было. То, что произошло позже, переполошило жителей всех соседних домов. Огонь легко мог перекинуться на припаркованные рядом автомобили. Машину Антона Галафеева спасло то, что огонь распространялся в противоположную от его машины сторону, с головы «Мерседеса» к его задней части. И то, что находившиеся рядом водители сами оттащили чужие авто подальше. Просто прицепили ремень, оттащили в сторону. Я увидел черный дым, пламя и пламя на мою машину. Я выбежал, раздетый, можно даже. Все на голое тело, машину отогнать. А ребята уже оттащили, оттолкали. Два огнетушителя потратили и не помогло. По словам очевидцев, для микроавтобуса это было обычное место парковки. А сама машина работала в компании, оказывающей ритуальные услуги. Но официально эту информацию нашей съемочной группе не подтвердили. Да и опознавательных знаков на кузове выгоревшего дотла автомобиля попросту не осталось. Причина возгорания будет установлена позже. Поисковики отрядов «Скиф» и «Сокол» экспедиции «Долина» нашли места падения двух советских истребителей ЛАГ-3. Оба самолета лежат в труднодоступной местности, в воронках, в болоте. При этом они уже частично разграблены мародерами. Поэтому поисковикам пришлось действовать оперативно. В эти выходные прошла операция по подъему остатков первой машины. Нашей съемочной группе повезло стать свидетелями обнаружения бортового номера из парфенских лесов и болот. Репортаж Анны Кладниковой. Так, ну вот, весьма вероятно, вот смотрите, сейчас из ямы Вячеслав достал номер, вот обломок с номером 2210. Здесь по этому обломку тяжело сказать. Нет, 2219. Это уже финал раскопок. Ведь главная задача – отыскать идентификационный номер, по которому можно определить судьбу самолета и зачастую без вести пропавшего летчика. Чтобы найти под землей крошечную, едва сохранившуюся деталь самолета, поисковики потратили не один день. Ломающаяся техника, мороз и снегопад только осложняли и без того непростую задачу. И это не считая того, что до места раскопок еще нужно добраться буквально по непроходимому маршруту. Наша съемочная группа провела несколько часов в составе этой экспедиции. Вот как все начиналось. До места крушения самолета 7 километров, поэтому нам сейчас придется добираться на так называемом болотоходе. Он без крыши, без двери, без стен, без всего. Мокрые, отклестанные ветками деревьев, мы все-таки добрались. Дорога заняла около часа. В лесу особо не разгонишься. Что касается упавшего в этих краях истребителя, то о нем поисковикам рассказал местный житель. В 42-м году в ходе демянской операции их здесь часто сбивали. Бойцы долины говорят, что наш ЛАГ-3 будет уже четвертым поднятым самолетом в этом районе. Самолет тяжелый относительно был, и на 42-й год он уже уступал немецким самолетам. И поэтому их сбивали очень плотно. Но он деревянный, элементов металлических только рама и двигатель. И поэтому делся, изготавливался, грубо говоря, чуть не в домашних условиях. Поэтому до 43-го года эта модель встречалась наиболее часто. Соответственно, сбивали эти истребители нередко сразу после выхода с заводской линии. Прямо сейчас поисковики откачивают воду из воронки, чтобы облегчить процесс поиска деталей самолета. Правда, временные неполадки с помпой все же осложняют этот процесс. Видимо, японская техника не рассчитана на российские болота. Но две испорченные помпы не помешали поисковикам поднять важные детали. К сожалению, многие обломки самолета подверглись мародерству. Сборщики металлолома срезали важные номерные детали. Наша задача не найти что-то крупное, наша задача идентифицировать. Поэтому мы работаем на любых местах падения, даже которые были разграблены ранее. И пополняем базу данных по найденным самолетам и моторам поискового движения России. Проведя несколько часов в воронке, предположительно, нужный номер был найден. Именно он помог пополнить эту самую базу. Сейчас устанавливается личность летчика и более подробная информация о его судьбе. Но, что уже точно известно, с завода самолет был выпущен в феврале 1942 года. И уже в марте он был в составе 295-го истребительного авиационного полка. Потери соединения в ходе боев на Северо-Западном фронте составили 19 летчиков. Из Парфенского района Анна Окладникова, Михаил Серов. Новости Новгородское областное телевидение. Сегодня состоялась церемония закрытия пятого регионального чемпионата «Молодые профессионалы». В этом году соревнования проходили по 75 компетенциям, 28 из которых новые. Движение молодых профессионалов, а в зале ни одного студента. Только руководство колледжей на положенной дистанции. Все непосредственные участники по ту сторону экрана. Каждый в своей альмаматор. Такое вот онлайн-закрытие. Впрочем, волнений от этого не меньше. В ожидании результатов студенты вспоминают, каково это было – участвовать в пятом региональном чемпионате WorldSkills. Алена Воробьева впервые в жизни штурмовала дисциплину физическая культура, спорт и фитнес. Воспризнается, было нелегко. Нужно было смонтировать фильм, провести тренировку, провести урок в очном и дистанционном формате. А самое сложное вообще, что было в этой дисциплине для тебя лично? Лично для меня это тренировка со штангой. Потому что я штангу никогда не поднимала, и это было очень сложно для меня. В неравном бою победила штанга. Но к следующему чемпионату, обещает Алена Воробьева, со снарядом подружиться. И тогда уже точно можно претендовать на победу. А тем временем на центральной площадке церемония закрытия набирает обороты. Звучат приветствия и творческие подарки. Акцент на важных достижениях. Рост популярности чемпионата WorldSkills и внимание к нему со стороны работодателей – залог успешного будущего, отметили участники церемонии. Если мы будем не закрытой системой, не просто учреждениями, в которых учатся студенты сами по себе, а учреждениями, в которые хочется приходить новгородцам, в которые хочется детям приходить и получать какие-то новые знания, то, конечно же, у нас с вами есть все шансы стать настоящей движущей силой развития нашего региона. Ну и о наградах. Всего заслуженные медали получили более 300 студентов и юниоров. 109 золотых по 94 серебряных и бронзовых медалей и 15 медальонов за профессионализм. Победители примут участие в отборочных соревнованиях за право участвовать в финале национального чемпионата. А в общем медальном зачете первое место занял Новгородский строительный колледж. Правительство региона и компания Яндекс рассказали о совместных проектах и планах. Яндекс.Партнер области сотрудничество обрело реальные очертания. Это как социально значимые проекты, идеи по развитию онлайн-образования, так и всем знакомые сервисы, которые приносят реальную пользу жителям. Максим Широковских подробнее. Для активных интернет-пользователей Яндекса уже давно перестал быть просто поисковой системой. Сейчас это портал с десятками сервисов, удовлетворяющих людские потребности. Например, при наличии простого смартфона и доступа к сети, можно получать образование, заниматься бизнесом и даже не опоздать на нужный автобус. Вот мы видим, что к нам подъезжает автобус 20 маршрута. Вот сейчас, соответственно, мы можем подождать вот этот автобус. Это и будет... Вот единица проехала, и вот едет 20-ка. Вон следующий трехосинок, это наша 20-ка. Можем посмотреть в режиме онлайн. За общественным транспортом в режиме онлайн помогает следить сервис Яндекс.Карты. Рассчитать прибытие автобуса или троллейбуса можно с точностью до минуты. Пользуются приложением и сами перевозчики. Актуальная информация позволяет оперативно корректировать расписание. Яндекс.Карты будут полезны и тем, кто дистанционно хочет познакомиться с достопримечательностями нашего города. Яндекс – один из попечителей Новгородского музея-заповедника. Онлайн можно рассмотреть не только панорамы улиц, но также попасть в Кремль и в основные музейные объекты. После такого обязательно захочется вживую увидеть историю. Как сказал кто-то уже из современных маркетологов, аура искусства технически невоспроизводима. 3D мы вроде как уже практически можем на экране получить, да? А вот чувство соприкосновения и чувство соучастия с искусством ты можешь получить только на месте. Поэтому одно другому абсолютно не мешает. Окунуться в жизнь современного города поможет Яндекс.Афиша. С помощью этого сервиса можно узнать о всех культурных и развлекательных мероприятиях нашего региона. Такая возможность стала доступна жителям и гостям Новгородской области в 2018 году. Теперь ежедневно работает экспорт данных Великого Новгорода на Яндекс.Афишу. Обратная связь сработала моментально. Тысячи туристов с Москвы и Петербурга охотно изучают событийность нашего региона, приобретают билеты, приезжают, а потом там же на Яндекс.Афише делятся своими впечатлениями от посещения наших площадок. Кроме того, компания Яндекс активно помогает новгородским школьникам получать современные знания. Например, ученики 36-й школы изучают информатику по специально разработанной программе. Здесь же и в Кванториуме работает Яндекс.Лицей. Участники этого образовательного проекта бесплатно осваивают промышленное программирование. И это такой отличный профессиональный старт для них. Они за время обучения получают навыки такого начинающего программиста. То есть уже после обучения способны создавать собственных чат-ботов, игры, веб-приложения. То есть ребята учатся неплохо программировать на питоне. Это большая важная история. Пока проекты и сервис Яндекса в основном связаны с Великим Новгородом. Но в будущем доступными через эти системы могут стать и районы области. У правительства региона и компании Яндекс уже есть конкретные планы по сотрудничеству. Безусловно, там будет место и муниципалитетам. У нас сейчас настолько плотное общение с Яндексом, что те процессы, те запросы, которые раньше, там, месяц-два, то сейчас они решаются в течение, там, иногда пару часов. Поэтому все будет постепенно двигаться в эту сторону. Опять-таки, есть ли такая потребность у населения и есть. Здесь мы еще ждем инициативу и от граждан, и от наших муниципалитетов. Обратная связь с пользователями – один из основных принципов Яндекса. Любой может предложить модераторам какую-то новую информацию или исправить уже имеющиеся в сервисе данные. Кстати, обращаться с такими идеями можно и в региональное министерство цифрового развития. Максим Широковский, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. Накануне в Великом Новгороде, как и во многих городах России, прошла уличная акция. В этот раз число участников не превысило 50. В планах организаторов, размещавших информацию в соцсетях и мессенджерах, набережная реки Гзень должна была стать точкой сбора для участников акции. По данным полиции, к полудню у памятника Петру Первому насчитывалось около полусотни человек. О том, зачем они здесь собрались, простые прохожие могли только догадываться. Никаких плакатов и транспарантов участники акции не разворачивали. Не звучало и лозунгов. Периодически тишину нарушали полицейские, напоминавшие о том, что действия собравшихся незаконны. Предупреждаю вас о том, что в случае продолжения, либо совершения вами противоправных действий, вы будете привлечены к установленным законам ответственности. Предлагаю вам услышать меня и в кратчайшее время покинуть данную территорию. В итоге участники акции то ли прислушались к советам правоохранителей, то ли просто замерзли. Но уже к часу дня люди стали расходиться. В Новгородском районе задумались над созданием музея фарфора. Знаменитый промысел, увы, восстановить в прежних объемах пока нереально. Но можно хотя бы сохранить часть истории. Над созданием проекта уже работают. Арина Аксенова продолжит. С тех пор, как фарфоровые заводы в Новгородской области закрылись один за другим, казалось, что история новгородского фарфора оборвалась навсегда. Но на самом деле уникальная коллекция изделий завода «Пролетарий» сохранилась, где бы вы думали, в подвале администрации Новгородского района. Тщательно упакованы, пронумерованы и описаны кофейные сервизы, огромные вазы с видами Москвы. Такие, наверное, дарили на юбилеи. И гигантские заварочные чайники, каких больше уже нигде не делают. Эти фарфоровые диковинки чудом успели выкупить предыдущие главы района. Вот только что с ними делать дальше, никто не знал. Идею достать, наконец, сокровища из подвала подали сами жители «Пролетария». А нынешний глава района Олег Шахов решил пойти еще дальше. Мы должны создать музей. Мы должны здесь же разместить какое-то гончарное производство. И буквально месяц назад мы на новгородском кластере у губернатора защищали проект «Путешествие со вкусом», оно называется. И, по идее, еще туриста бы накормить местным блюдом, чтобы турист получил полный комплекс услуг. Собственно, и гончарная мастерская в «Пролетарии» уже существует. Сейчас небольшое производство разместилось в местном доме культуры. Сюда на мастер-классы уже очередь. Так что все составляющие отличного турпродукта в наличии. Дело за достойным помещением. Один из вариантов – старый, почти опустевший детский сад. Он пока не закрыт, но большинство малышей уже перевелись отсюда в новый суперсовременный садик, равных которому нет, пожалуй, даже в областном центре. Детей у нас сейчас ходит 230 человек. Мест в детском саду хватает, есть свободные места. То есть всех детей поселка «Пролетарии» мы можем принять. В любом случае вопрос о размещении музея будет вынесен на общественное обсуждение. В вопросах финансирования инициаторы рассчитывают на муниципальный бюджет и федеральные гранты. К правительству региона тоже обратятся за помощью, как только идея, витающая в воздухе, оформится в полноценный проект. Из Новгородского района Арина Аксенова, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение. Свою лепту в сохранение старинных русских промыслов вносит областной дом народного творчества. Расписные выходные. Так называется цикл обучающих мастер-классов, которые пройдут в 2021 году. Первый состоялся в минувшие выходные. Народные росписи только на первый взгляд могут показаться простыми. В Кохламской, например, три основных элемента. Травинки, цветы и ягоды. Но чтобы научиться витиеватости и той самой простоте орнамента, понадобится множество занятий, а главное – практики. Кохламская роспись – это основа основ любого вида росписи по дереву. Потому что здесь мы отрабатываем элементы, занимаемся постановкой руки. Это насколько это важно для любого художника, который занимается росписью по дереву. Мастер-класс получился совсем камерным. То ли снежная погода помешала, то ли любителей народных промыслов не так много. Впрочем, ценители традиции все-таки нашлись. Меня всегда привлекали народные промыслы. И я давно искала место, где можно этому научиться. И в интернете увидела объявления «расписные выходные». Пришла сюда и окунулась в такой мир удивительный. Сначала ученики отрабатывают все элементы на бумаге, попутно слушая историю росписи, а уже после пытаются воссоздать хохлому на деревянной дощечке. Здесь расскажут об основных цветах, техниках нанесения и как тренироваться дома. Курс также подразумевает изучение городецкой и мезинской росписи. Следующий мастер-класс состоится 13 февраля. К этой минуте все. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 70 30 03. Темы для сюжетов и предложения мы также принимаем в соцсетях. А все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем ютуб-канале Новгород ТВ Ньюс. Далее о погоде на вторник, 2 февраля. Я прощаюсь с вами и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова